Всем привет! Вы на канале InStarting новости и сегодня вас ждет тест интеллектуальных контактных линз с дополненной реальностью, летающий гиперкар LeoCube, автономные грузовики Waymo и другие интересные новости. Меня зовут Андрей, обязательно досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Забудьте о своих громоздких гарнитурах дополненной реальности. Умные контактные линзы позволяют размещать дисплеи дополненной реальности прямо на вашем глазном яблоке. На прошлой неделе генеральный директор MojoVision Дрю Перкинс вызвался протестировать первый полнофункциональный прототип таких контактных линз, разработанных его компанией. Умные носимые устройства это сверхпортативное удобство и до тех пор пока ученые не смогут подключить дисплей AR непосредственно к вашей зрительной коре, самый маленький и самый портативный форм-фактор, который мы можем себе представить это контактная линза. MojoVision работает над дизайном интеллектуальных контактных линз с 2015 года и ее последний прототип MojoLens содержит довольно впечатляющее количество оборудования. Во-первых, у данного устройства самый маленький в мире дисплей с самой высокой плотностью, способный отображать динамический контент. Зеленый монохромный дисплей MicroLED диаметром менее 0,5 мм с разрешением 14000 пикселей на дюйм. Данный дисплей оснащен процессором ARM Core M0, 5 ГГц радиомодулем, способным обмениваться данными со сверхнизкой задержкой и достаточным количеством акселерометров, гироскопов и магнитометров, чтобы отслеживать движение глаз с предельной точностью, позволяя изображению оставаться стабильным, даже когда вы двигаете глазами. В его внешнее кольцо встроена микробатарея медицинского класса, которая будет достаточно большой, чтобы в окончательной версии продукта она могла работать целый день. А также схема управления питанием и система беспроводной зарядки. И вам не понадобится ни ручное управление, ни смартфон, ни даже сумасшедшие нервные вводы управления от мета. MojoVision разработала пользовательский интерфейс, управляемый вашими движениями глаз. И опять же, все это настолько необычно тонкое и компактное, что вы можете прикрепить его к глазному яблоку и при этом натянуть на него века без использования обувной ложки. Это то, что и продемонстрировал генеральный директор компании, став первым человеком, который когда-либо носил эту полнофункциональную умную контактную линзу AR. Молодая компания Leo Flight готовит к летным испытаниям первую версию аэромобиля Leo Cube. Альфа-прототип получит не менее 76-канальных вентиляторов диаметром 11 сантиметров каждый. В финальной версии воздушное судно на электрической тяге будет использовать более 200 воздушных винтов. Разработчики уверены, что это путь к наиболее эффективному использованию имеющихся сегодня ресурсов в области аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Предложенный дизайн аэротакси на двух пассажиров и водителя внешне напоминает спортивную машину и легко поместится в гараже. Благодарить за это надо компактные коробчатые крылья. Главный недостаток таких крыльев это сравнительно небольшая подъемная сила. Согласно расчетам, подъемная сила начинает держать Leo Cube с коробчатыми крыльями на скорости свыше 185 км в час. Это означает, что аппарат должен довольно долго двигаться и разгоняться за счет тяги пропеллеров, что также означает повышенный расход заряда батарей. Выходом из этой ситуации станет использование множества небольших вентиляторов вместо десятка больших пропеллеров. Горизонтальный полет будет происходить на 80% мощности. Двигатели, предназначенные для полета по прямой, потребляют 9 кВт при тяге 60 фунтов. Это около 27,5 кг каждый или 54 кВт на полной мощности. Это дает 75 минут полета на скорости до 400 км в час, на дальность полета до 480 км. Теперь давайте поговорим про электрический паром. P-12 Shuttle это полностью электрическое судно, которое использует подводные крылья для быстрых и дешевых путешествий над водой. По заявлениям шведского стартапа Candela, корабль потребляет всего 0,1 кВт часов электроэнергии на пассажирокилометр. Это на 95% меньше традиционных паромов. При этом P-12 Shuttle станет самым быстрым пассажирским электрическим судном на планете. Его крейсерская скорость составляет 55 км в час. На первые маршруты в Стокгольме паром выйдет уже в конце этого года. Ключевой особенностью проектов Candela является система подводных крыльев. Они позволяют поднимать суда вверх во время движения после достижения определенной скорости. Помимо визуального эффекта, напоминающего левитацию, технология увеличивает скорость судов и сокращает потребление ими энергии за счет значительного уменьшения сопротивления. Таким образом паромы стартапа развивают скорость, недостижимую для судов с аналогичным оснащением и габаритами. Кроме того, P-12 отличается большей устойчивостью, так как подводные крылья нивелируют волнение моря в ветреную погоду. Компания Waymo займется в ближайшем будущем доставкой с помощью своих автономных грузовиков и фургонов, заказов клиентам американской компании по производству мебели и товаров для дома Wi-Fi. Доставка будет осуществляться в рамках пилотного проекта, реализуемого Waymo и GB Hunt Transport Service, в рамках которого беспилотные грузовики будут тестироваться на ряде маршрутов доставки в Техасе. Отправка грузов с использованием автопарка Waymo будет выполняться в ходе шестинедельного тестирования в июле и августе этого года. Автономные фургоны Waymo класса 8 будут перевозить товары по автомагистрали 45 между объектами в Хьюстоне и Далласе, которая уже использовалась Waymo и GB Hunt в ходе пилотного проекта в прошлом году. Грузовики будут перемещаться автономно, но в кабине будут находиться два сотрудника Waymo, водитель с правами на вождение грузовых транспортных средств и инженер-программист. Испано-немецкий гигант ветровой энергетики Симмонс Геймса получил заказ на 60 морских турбин SG14222DD, которые отправятся на офшорную станцию Море-Уэст в Шотландию. Это будет первый ввод в эксплуатацию самых мощных в мире ветряков, по 14,7 мегаватт каждый. Соглашение также предусматривает техническое обслуживание ветряков, которые установят в заливе Мориферд Северного моря. Все 180 лопастей для 60 турбин изготовлены на морском заводе Симмонс Геймса в английском городе Халл. Длина каждой из них составляет 108 метров. Диаметр ротора турбины таким образом будет 222 метра. Компания-производитель пообещала заказчику поставить ветрогенераторы в короткие сроки. Установка запланирована на 2024 год. Первая электроэнергия от них должна начать поступать в том же году. Спасибо большое за просмотр. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Не забывайте оставлять свои комментарии внизу под видео и подписываться на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok